Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, почему в монастырях не совершают таинства венчания и крещения? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житийская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек. Это из первого послания апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Дело в том, что в монастырях живут монашествующие. Это люди, которые исполнили слова Христа о том, что нет такого человека, который отрекся бы от отца, матери, жены или детей, не обрел бы и в этой жизни, и в будущее во сто крат больше. Это люди, которые принесли Богу в жертву свою законную возможность создать семью для того, чтобы полностью себя посвятить Богу. Не потому, что они гнушаются браком, или не потому, что брак — это плохо. Брак — это благословение Божие, это святыня. А потому, что они избрали такой путь. Конечно, им венчать, может быть, искусительно тяжело. Крестить, присутствуя при обнажении человека, противоположного пола, может быть, тоже тяжело искусительно. Поэтому церковь их от этого бережет. Поэтому обычно перед входом в большие древние монастыри стоит приходской храм. Очень часто это храм сорокамучников. Я не знаю почему, но такая традиция. И в Печорах, так и в московском Новоспасском монастыре, напротив него стоит храм сорокамучников. У тебя служит приходской священник. И где совершаются эти требы? Такую меру нашла церковь. Где совершаются эти требы? Вот такую меру нашла церковь для того, чтобы человек не был искушаем. Субтитры создавал DimaTorzok